Слава Украине! Героям слава! Так, друзья мои, давайте быстренько сейчас пробежимся, что у нас в общем и целом в Украине по регионам. Начнем с Киевской области. Я еще раз скажу, смотрите, Генштаб Украины сейчас не дает точной информации. Почему? Потому что наши постепенно начинают переходить в наступление. И, ну, не надо, чтобы орки знали, где, что, как и куда. Поэтому я буду говорить весьма обтекаемо. И так как это требует вот эта вот обстановка, которая сложилась в настоящий момент. Значит, так, Киевская область. Фашистам насыпали. Можете не сомневаться. Бои идут с нашим успехом. Ну, скажем так, на северо западе от Киева. Ну, это не секрет. Это же район Гастомеля и туда наверх. Поверьте, что насыпаем очень хорошо, качественно. Особенно видно хорошо ночью. Все хорошо. Дальше, левый берег Киева. Орков отшвырнули от Борисполя, от Буэрки. От Буэрки, говорю. Нормально, от Броваров. Заговариваться начинаю, да. От Броваров практически до границ Киевской области. Но опять, я не еще раз говорю, не паникуйте. Они вот до границы Черниговской области их отшвырнули, да. Не надо понимать, что Черниговскую область они всю заняты. Они в Черниговской области контролируют дорогу, по которой они ехали. И то не полностью. Поверьте мне, они проехали через 2 минуты, там уже ТРО стоит. Поэтому там со всех сторон ТРО. Они ничего не контролируют, кроме вот сел, которые вот прямо стоят на дороге. Все. Больше ничего. Влево, вправо, они боятся отъехать, потому что у них сразу заберут танк. Они боятся. А они в танке хоть согреться могут. А также их не кормят, их не это самое. У них нет ни жратвы, ни черта, у них нет. Все, которые к ним посылают припасы, все разбивается вооруженными силами Украины и ТРО. Фактически сегодня российская армия вот в Киевской области напоминает стадо бомжей, сидящих в танках, которые не знают, что делать. Потому что выглядят они, почему говорю бомжей, извините бомжи, честно я к вам отношусь, вот честно я к нашим киевским бомжам, какие бы они ни были, я к ним отношусь в тысячу раз лучше, чем вот к этим подонкам в российской военной форме. Я просто говорю, что внешне они выглядят хуже, чем наши киевские бомжи. Вот что надо понимать. А внутренне наши киевские бомжи на 100 тысяч процентов лучше этих вот нелюдей, которые к нам пришли. Надо вот расставлять правильно приоритеты. Так что респект нашим киевским бомжам по отношению к армии Российской Федерации. Еще раз. Дальше. Черниговская область, Сумская область, Харьковская область, российские фашисты остаются на тех же самых позициях, на которых они были вчера, позавчера и три недели назад то же самое. Нет, три недели назад они были чуть ближе к городам, потому что постепенно отдавливают их. В Черниговской области там за последние дни я знаю, пять сел освобождено от фашистов. В Харьковской области их тоже, они стояли на окружной, их отодвинули со всех направлений. Вот, то есть, дальше, там по Изюму спрашивали, ну, расисты начали наступление на Изюм, как обычно, обкакались и находятся на тех же самых позициях, на которых они были и раньше. Город уничтожен, надо сказать, в Дребезге, вообще не осталось того Изюма, уже ничего от него не осталось, расисты его разбомбили полностью, как и многие другие города, что тут удивляться. Дело в том, что Украина сейчас понесла гораздо большие потери в плане вот материальные, я даже не говорю за людей, а вот материальные именно потери, разбитые дома, разбитые дороги, разбитые коммуникации, больше, чем советская Украина от гитлеровцев во время Второй мировой войны. То есть, вот эти вот путлеровцы, они оказались еще хуже гитлеровцев, чтобы вы понимали. Вот, размер катастрофы, которую вот эти вот мерзавцы к нам сюда принесли. Да, то есть, они поперли на изюм, объявили, ну, они же как делают, они делают сразу вброс, вот, мы взяли изюм. Да нет, вы только начали наступление, а то, что им надавали по соплям, и они убежали туда же, где они были, там, потеряв там два-три десятка человек и парочку танков, ну, кому же это интересно, господи, типа чайни своих погибших с поля боя не забирают, собаки их доедают. Ну, я не знаю, почему. Украина тысячу раз просила, заберите, пожалуйста, тысячи ваших павших, отвезите их домой, дайте их родственникам похоронить, дайте им получить денежки. Там же Путлер пообещал им деньги, по-моему, то ли 5 миллионов, то ли 7 миллионов за погибшего. А что они делают? Они делают очень хитро, они их не забирают, вот это вот они, их тут собаки растаскивают. А нету тела, нету дела, им говорят. А этот ваш Ванька, он, говорят, в Украине не был. Он был в Ростовской области, на учениях. Его заклевали вороны. И вообще на него упал метеорит. От Ваньки ничего не осталось. Денег вы не получите. Ни 5 миллионов, ни 7 миллионов, ни даже 500 рублей. На буханку хлеба. Сколько там сейчас буханка хлеба у них уже? 500 рублей, по-моему, стоит. Вот. То есть, вот такие вот пироги. Самая тяжелая точка Мариуполь. Идут затяжные городские бои. Там реальная ситуация. Город уничтожен, полностью уничтожен российскими фашистами. Сопротивление продолжается. Мариуполь это Украина. Наши стоят намертво. Российские фашисты несут сумасшедшие потери. Бердянск. Ну, это вчера был цирк. Цирк на дроте. Короче говоря, наши вчера раздолбали. Единственное, да, общество поправочку. Значит, смотрите, вчера говорили, что наши шлепнули БДК Орск, а оказалось, что шлепнули Саратов. Шлепнули Саратов и сильно повредили Цезарь Кунников и, по-моему, второй Новороссийск называется. Вот я за второй не знаю. Короче говоря, получается, попали в один, но там рядом стояло еще два. Они огребли по ходу. Один затонул. Его разорвало на куски, собственно говоря. А те два загорелись. Горели очень хорошо, очень красиво, замечательно, занимательно. А начали удирать своим ходом. Еще один тоже удрал своим ходом. Вот, по-моему, Орск как раз удрал. А Саратов, мы думали, что Саратов удрал. Ну, они одинаковые, поэтому, ну, какая разница, какой из них сгорел. Сгорел, ну, хорошо горит. Вот и все. Дальше. В Николаев. В Николаевской области практически полностью очищена от российских бандитов. Наши войска вышли на границу Херсонской области. То есть, вот они там, знаете, свои вот эти метастазы раковые, они к Вознесенску протягивали, там еще по окружной Николаевской. Их там больше нет. Их там нет. На самом деле нет. Не, в принципе, кое-кто остался. Остался, да, и вот как-то они так залегли, но встать забыли. Да. И почему-то с закрытыми глазами. Но не все. Да. Наши стоят на границе Херсонской области, в посаде Покровском и дальше. Те, значит, через Чернобаевку. Десятая серия Чернобаевки. Вот, вы знаете, если показать рекорд идиотизма российской армии, да, и российских офицеров, это однозначно, вот у него есть имя даже, Чернобаевка. Ну, чтобы тебя расхринячили десять раз на одной и той же площадке в одном и том же месте. У меня, честно, у меня даже, знаете, у меня даже нету, у меня есть такое хорошее выражение по-английски speechless. Когда нет слов. У меня нет слов. Мы их там расхринячили сегодня ночью в десятый раз. Причем так, там так все летело, что видно было с Николаева. Чтобы вы поняли, с Николаева, до Чернобаевки, ну, 50 километров будет. Видно было ночью с верхних этажей. Короче, там все летело. Ну, неважно. Им, видимо, так нравятся мазохисты. Да, значит, вот такая ситуация. Херсон, Мелитополь сопротивляются. Новая Каховка постоянно, митинги. А, сегодня над Херсоном повесили, водрузили опять украинский флаг, потому что они какую-то тряпку привезли. Я даже не понял, что за тряпка была. То ли российский вот этот аквафреш вонючий, то ли еще какая-то, ну, какую-то другую тряпку привезли, не нашу, не украинскую. Короче говоря, их ее скинули, к чертовой матери, сегодня уже над площадью свободы уже украинский флаг, причем со всех сторон украинские флаги. Ну, как обычно, люди придут, часов в 12, там объяснят фашистам, кто они такие. Вот, то есть, фактически, расисты не заняли ни одного города, я имею в виду из крупных, да, вообще ничего. Им удалось частично занять Херсон, но там их фактически нет, потому что их вообще празднуют, понимаете, они, на них никто не обращает внимания, они что-то там лазят, что-то пытаются с кем-то договориться, они нашли 320 или 360 тысяч населения в Херсоне, нашли аж 5 ренегатов-предателей, которые согласны с ним, 5 человек, 5, на 320 тысяч, которые с ними хотя бы говорить о чем-то согласны. Ну, с ними будет отдельный разговор после освобождения, это очень скоро, я думаю, с ними разберемся обязательно. Тем паче, уже начали разбираться, там все, там все хорошо, все путем. Вот, то есть, ребята, расисты вообще полностью прекратили наступление, кроме Мариуполя, есть точечное наступление в Мариуполе, где они просто, они ложат тысячи своих этих оборванцев, пытаясь захватить город, у них ничего не получается. Идут городские бои, тяжелые бои, вот эта ситуация в Мариуполе, она самая на сегодняшний день тяжелая и самая паршивая. Все остальное у них уже истяк запал, усе угасло, погасен свет и Путину капут. Кстати, сдох Путин, но, к сожалению, не тот. Тигр, тигра жалко. Звали 12 лет, хорошее животное было. Зачем его так обозвали этим вот бурдалаком? Я не знаю. Тигр хорошее животное. Жалко умер. Чего не скажешь о другом. Но все еще впереди. Все будет Украина. Все класс, ребята. Украина. Украина.